За первое полугодие текущего года в суды региона поступило 991 уголовное дело. Из них с вынесением приговора было рассмотрено 669. Такие результаты деятельности судебной системы области были озвучены сегодня в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций. Председатель судебной коллегии по уголовным делам Жамбулского областного суда озвучил основные показатели отправления правосудия за первое полугодие. Прежде всего он отметил поступательный характер улучшения эффективности отправления правосудия в текущем году. Прекращено в отчетном периоде 83 уголовных дела в отношении 106 лиц. Всего осуждено 809 человек. С участием присяжных заседателей было рассмотрено 3 дела. В апелляционном порядке отменено 5 приговоров в отношении 8 лиц. Судами области, как я уже сказал, было осуждено 809 лиц. Из них к лишению свободы 337 лиц. Это 41,7%. Но эти лица получили реальное лишение свободы в связи с тем, что 58 из этих лиц, из 337 лиц, осуждены за совершение особо тяжких преступлений. Особо тяжкие преступления – это преступления, которые направлены против личности. Это преступления, связанные с причинением смерти другим лицам. Это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств с целью сбыта данных наркотических средств. Либо с целью сбыта наркотических средств в особо крупном размере. За тяжкие преступления к реальному лишению свободы осуждено 239 лиц или 49,7%. По преступлениям средней тяжести 27 лиц или 27,8% и по небольшой тяжести 13 лиц. Из всех осужденных к реальному лишению свободы, рецидив по особо тяжким преступлениям составляет 9, по тяжким преступлениям – 63. Что это означает? Рецидив – это когда лица, имеющие судимость за совершение тяжких либо особо тяжких преступлений, повторно совершают преступление. Поэтому закон предусматривает необходимость назначения более строгого наказания к лицам, в действиях которых усматривается рецидив преступлений. Целью проводимой в стране административной реформы является не просто повышение эффективности государственного управления. Важным в настоящее время является способность власти адекватно и своевременно решать социальные запросы. Итоги одного года работы административной юстиции подвела председатель судебной коллегии по административным делам Жамбулского областного суда Динара Нурлыбаева. Так, в суды региона поступило 1033 административных иска, наибольшее количество дел – 268 – поступило по земельным спорам. Если раньше в споре с государственным органом граждане выигрывали всего 15% дел, то сегодня эта ситуация стала меняться в сторону граждан и бизнеса. За год действия административной юстиции успешные примирительные процедуры завершены по 109 делам. В 2021 году – 44, в 2022 году – 65. К примеру, гражданин с января 2022 года прекращены пенсионные выплаты. При обращении в уполномоченный орган по социальному обеспечению ему сообщено, что пенсия прекращена ввиду того, что выявлен факт того, что им были предоставлены недостоверные сведения. Вышестоящий административный орган по социальной защите не усмотрел оснований для возобновления пенсионных выплат, в связи с чем гражданин обратился с иском в суд. Суд проверил наличие усмотрения у административного органа и с согласия сторон провел примирительную процедуру, по результатам которой стороны пришли к медиативному соглашению. По условиям соглашения, орган сам отменил принятые приказы о прекращении пенсионных выплат гражданину, произвел перерасчет и восстановил пенсионные выплаты с момента их прекращения. Таким образом, нарушенные права гражданина на получение пенсии восстановлены без длительного судебного процесса в результате примирения в суде первой инстанции. Спикер с уверенностью утверждает, что административная юстиция отвечает запросам общества и служит его интересам. Новые прогрессивные принципы отправления правосудия, закрепленные в кодексе, позволяют повысить доверие к нему со стороны граждан. Продолжение следует...